Всем привет, с вами Информ ТВ. Наталья Игоревна Селезнева, советская и российская киноактриса, получившая звание Народной артистки Российской Федерации в 1996 году. Она начала сниматься с раннего детства, а всесоюзную славу Наталье принесли роли студентки Лиды в комедии «Операция и другие приключения Шурика» и «Пани Катарины» в телеспектакле «Кабачок-13 стульев». Она родилась 19 июня 1945 года в Москве в семье творческих людей. Ее мать Елена Селезнева была известной художницей-иллюстратором, а отец Игорь Поленковский профессионально занимался фотографией. В детстве Наташа тоже носила фамилию Поленковская и под ней дебютировала в первых картинах, но когда девушка получала паспорт, она почему-то взяла девичью фамилию матери. Когда ей было только 6 лет, известный актер Михаил Майоров пригласил ее на прослушивание в Театр Советской Армии. Непосредственное поведение Натальи понравилось постановщикам и девочку утвердили на роль главной героини в спектакле «Тридцать серебряников», которую юная актриса исполнила три года подряд. Наталье из-за съемок в кино, которой девочка начала с 8 лет, пришлось несколько раз менять школы. Один год Наташа даже училась в Ленинграде и жила вместе с мамой в гостинице. Раннее начало актерской карьеры предопределило дальнейший жизненный путь. И после получения аттестата в 1963-м она, конечно же, поступает в театральное училище имени Щукина, где занималась на курсе Бориса Захавы. Затем Селезнева стала актрисой Московского Академического Театра «Сатиры». В 1968 году на съемках музыкальной сказки «Калиф Аист» Наталья Селезнева познакомилась с актером Владимиром Андреевым, который впоследствии стал художественным руководителем и главным режиссером Московского Театра имени Ермоловой. У молодых людей завязались романтические отношения и в том же году актеры поженились. Вскоре у актеров родился единственный сын, которого назвали Егор. Андреев младший не пошел по стопам родителей, а вместо этого окончил МГИМО и стал дипломатом. Егор подарил Наталье и Владимиру внуков Алексея и Николая. В интервью Наталья Селезнева заявляет, что обожает своего мужа. Любовь и взаимопонимание сделали личную жизнь артистов счастливой и долговечной. Когда Наталья Селезнева встретила Андреева, ей было 22, а ему 37. Разница по меркам тех лет очень большая. Казалось бы, популярным актерам все должно было способствовать к роману, но неожиданно окружение Андреева встало на сторону Архангельской. Это его первая жена. Все говорили, что Андрееву стоит к ней вернуться, но именно она отошла в сторону и повела себя благородно. Она понимала, что между ней и Андреевым существует только влюбленность, а не настоящая любовь. Получается, что Селезнева несла на себя груз вины за развал чужой семьи, но Андреев всегда успокаивал свою жену. А сейчас Селезнева говорит, что она увела своего мужа лишь потому, что он был к этому готов. Так уж получилось, что в один год Андреев сумел заключить брак, расторгнуть его и заключить новый брак. Сейчас Наталья Игоревна появляется только на театральной сцене в репертуарных спектаклях театра сатиры. Актриса большую часть времени уделяет мужу, сыну и внукам. А как вы считаете, правильно ли она поступила, что увела мужа из семьи? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. Удачи!